Но я хотел бы рассказать вам последнюю историю, самую печальную историю в моей жизни, несмотря на то, что меня там не было. И если эта история не является самой печальной в вашей жизни, то ваш иман в опасности. Клянусь Аллахом, ваш иман в беде. Это последний день из жизни величайшего человека, чья нога ступала по этой земле. Но прежде я хочу напомнить вам кое-что. Я чуть было не забыл это с предыдущей истории. После того, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал эти прекрасные слова о том, что мы должны донести это послание до всего человечества. Знаете ли вы, насколько важными были слова «Донеси послание перед Аллахом»? Пророк воздел свои руки к небесам и сказал, «О Аллах, засвидетельствуй! О Аллах, засвидетельствуй! О Аллах, засвидетельствуй! Я довел твое послание, я завершил свою миссию, я закончил». Как же ответил на это Аллах? Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам. Аллах завершил свое последнее откровение человечеству. Последний жизненный путь для человечества на словах посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, донесите послание другим. Аллах переложил эту религию на наши плечи, на плечи этой общины, но мы отбросили ее на обочину. То, что было возложено на наши плечи, как величие, мы скинули на землю, зато взяли эту дунью и водрузили себе на спину. Вот почему мы так унижены, где бы мы ни были. Потому что мы оставили источник нашей чести позади нас и подобрали то, что нас унижает. Эта дунья не приносит ничего, кроме унижения. Она никому не делает чести. Мы забываем, что эта дунья не возвышает, а только унижает. Единственные, кого она возвышает, это люди, которые поместили ее на должное место и над ней ставят религию. Тогда это будет честь. Но если она займет главенствующее место в твоей жизни, она унизит тебя. Сто процентов. Но перейдем к последнему дню из жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он, да благословит его Аллах и приветствует, был болен. И его голова покоилась на груди Аиши, да будет доволен ею Аллах, которую он любил больше всех в этой жизни. Прошло всего несколько дней с того момента, когда Аллах не спасал свои последние слова людям. Прошло всего несколько дней с того момента, Когда Аллах ниспослал свои последние слова людям и джиннам Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху Тогда каждый человек сполна получит то, что приобрел И с ним не поступят несправедливо Это были последние слова, которые Аллах нам ниспослал Если хотите узнать последнее, что сказал Аллах Откройте сур Аль-Бакара Аят 281, если я не ошибаюсь Это последние слова Аллаха После этого посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, заболел Его голова покоилась на груди Аиши, да будет доволен ею Аллах Он был настолько болен, что даже не мог подняться Он еле поднимал свою голову Он еле разговаривал Он посмотрел на сивак, и Аиша, да будет доволен ею Аллах, спросила Ты хочешь его? Он положительно кивнул головой Она спягчила его своей слюной И ее слюна стала последней вещью Которую вкусил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует Это женщина, которой Аллах оказал честь Ее слюна оказалась последним, что зашло в рот посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует в его жизни Затем случилось то, чего Аиша пока еще не предвидела Ангел смерти зашел в комнату Что касается нас, то когда мы видим ангела смерти Все, что он говорит, о душа, либо злая душа, либо хорошая душа, чистая душа, выходи Все, наша душа выходит Вот и все Но положение пророков и посланников, особенно Мухаммада, отличается от нашего Ангел смерти должен был спросить разрешение, чтобы забрать прекрасную душу Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует Но до этого ему показали его дом в раю Как сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует Каждому пророку и посланнику показывают его место в раю Аиша передала, что он уставился в потолок и заулыбался Ему показали его место в раю Мы не можем представить себе свое место в раю Мы даже дерево в раю не сможем себе представить Что же говорить тогда об имуществе посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует Самое почетное место в раю Ему показали его И затем Ангел смерти сказал ему Если хочешь, ты можешь уйти туда ибо это твой дом, или, если пожелаешь, Аллах излечит тебя от твоей болезни». И он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в своей умме две вещи. Первое – намаз, намаз, намаз. Не забывайте вашу связь с Аллахом. Намаз – это то, что делает тебя мусульманином. Это то, что отличает нас от них, наш намаз. Потом Аиша увидела его взгляд, устремленный вверх, и он сказал, «О Аллах, к Высшему Обществу, О Аллах, к Высшему Обществу». Аиша сказала, «И я поняла, что Ангел Смерти был здесь, и его выбор пал не на нас». Да благословит его Аллах и приветствует. Он, да благословит его Аллах и приветствует, покинул нас в тот день. Его благословенную душу забрали и перенесли в наивысшие ступени рая. Этот день стал самым печальным днем для этой уммы. Сподвижники сказали о том дне. Мы посмотрели на свои сердца и обнаружили, что они изменились. Наши сердца стали другими. Сподвижники были подобны овцам в холодную зимнюю ночь, которых покинул пастух. Они не знали, куда идти. Умар, о котором говорилось, что если бы был пророк после Мухаммада, то это был бы Умар, даже он был в растерянности в тот день. И грозился убить любого, кто скажет, что Мухаммад умер. Абу Бакру пришлось его утешать, и тогда он сел. Но была в тот день женщина, которая показала нам вещи в сравнении. Ее звали Ум Айман, доводит доволен ею Аллах. Если вы не знаете Ум Айман, то вернитесь в начало сиры. Эта женщина, которой Амина, мать посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, доверила его на своем смертном адре. И она стала его матерью. Если вы хотите узнать, как нужно обходиться с матерью, посмотрите, как обходился пророк, да благословит его Аллах и приветствует, с Ум Айман. Он относился к ней как к матери и называл ее Умми, моя мама. Она стала свидетельницей всей его жизни, да благословит его Аллах и приветствует. Она увидела его смерть и рыдала. А кто бы не рыдал, Абу Бакр и Умар пришли к ней и сказали, «О, Ум Айман, то, что было даровано пророку после его смерти, лучше, чем то, что было у него при жизни». Он так много страдал ради нас. Он не страдал ради себя. Он страдал ради людей, которые не знали истину. Она сказала, «Я плачу не из-за его смерти, а из-за того, что прекратилось откровение от нашего Господа». «Я плачу, потому что наш Господь больше не заговорит с нами». В следующий раз, когда мы услышим нашего Господа, будет, когда мы предстанем перед Ним. Абу Бакр и Умар понимали это. Но они также понимали то, что мы часто забываем. Да, Аллах перестал говорить с нами. Но это потому, что все, что надо было сказать, Он сказал. Это собрано для нас и содержится в Коране и Сунне пророк, это благословит его Аллах и приветствует. Здесь необходимо подчеркнуть их достоинство. Слава Аллаху, они не как мы. Альхамдулиллях, сподвижники не были подобны нам. Потому что если бы они делали то, что делаем мы, клянусь Аллахом, вряд ли кто-нибудь из нас был бы мусульманином. Вот почему, если кто-нибудь оскорбляет сподвижников, хотя бы одного из них, это значит, что у него нет религии. Этот человек полностью вышел из ислама, потому что эти сподвижники являются причиной нашего ислама. Как же кто-то осмеливается говорить нечто отрицательное об этих великих мужчинах и женщинах? Они выполнили свою работу, и мы видим их наследие. Их наследие очевидно для всех нас. Они выполнили свою работу, и люди, которые пришли за ними, тоже выполнили свою миссию. Вот почему мы сейчас здесь, а что же насчет следующего поколения? Кто выполнит работу для этих невежественных людей, которые не знают Аллаха, не знают посланника Аллаха? Они получают свою информацию от шайтана, от СМИ и так далее. Неудивительно, что они ненавидят нас. Они слышат о нас только отрицательное, а мы ничего не делаем, чтобы опровергнуть это. Даже не пытаемся показать ислам посредством своих дел, действий, нашего нрава, адаба и так далее. Нам необходимо проснуться, братья и сестры. Нам нужно проснуться и осознать, что у нас есть работа. Неважно, доктор ты, стоматолог, таксист или дворник. У тебя есть обязанность. Встань и увещевай. Встань со своей пятой точки. Иди и поделись исламом со всем миром.